Всем привет! Разделываем мандюков. Надеюсь вам будет видно. Зоб, понятно, через шею я вытащить не могу. К сожалению, у меня еще нет такого мастерства и чудеса эквилибристики демонстрировать я не стану. Поэтому аккуратненько надсекаем кожу, не разрезать зоб пытаемся. Просто поднаживаем и аккуратно вот так. Ну вы скажете, что это может быть долго, там мучительно. Это вы на ваше усмотрение. Конечно можно рассечь вот так вот поперек и наверное не заморачиваться. Я не хочу, мне хочется очень аккуратные тушки иметь, потому что у нас есть клиенты, которые заказали не резаную целиковую тушку. Мне бы хотелось, чтобы они все были красивые. И момент такой, тут не только красоты. В зубе все-таки осталась еда. Я не хочу, чтобы эта еда попала внутрь птицы. Аккуратно, аккуратно отстягиваем его, стараясь не порвать. Здесь я даже что-то твердое в зобу чувствую. Камушек он походу съел, она. Это индейка, девочка. Пацан. Так у него трясется грудь. Извините, вашего пацана. Вот так зоб мы вытащили с вами. И чуть-чуть здесь поднадрываем. Отрываю трахею и пищевод. Поднадрываю, чтобы его можно было здесь вот зацепить и вытащить. В шее тоже есть жир. Жировая прослойка достаточно приличная в шейке. Но, конечно, в попе-то больше, само собой. Так. И с этой стороны все теперь беру. Отрываю от основной части шеи трахею и пищевод. Вот кровь вот натекла. Санечка, ты мне не дашь тряпочку? У раковины я оставила белую. Я пальцем, видите, максимально далеко отрываю и беру с этой стороны и стараюсь их вытянуть. Вот таким образом. Стараюсь не порвать больше, не делать отверстия, которые уже прорезаны. Вот. Получилось вот так. Вот такая небольшая дырочка. Из нее мы вытащили трахею, пищевод и зоб. Спасибо. Это все мы выкураем. Сейчас будем разворачивать ее, чтобы лишний раз в крови у нас тушка не пачкалась. Вот так. Расвернули этот дирижабль и, так скажем, смотрим с черного кода. Так, тряпку далеко не убирайте, потому что из черного кода бывает подтекает. Жир достаточно толстый слой здесь. Хотя, в принципе, индейка, ну, для индейки не очень жирная. Не жирная, я бы сказала, вовсе, потому что весь жир сейчас я практически и вытащу с нее. Так, сначала обходим заветное место, чтобы это дело было у нас на свободном выгуле. Чтобы можно было вытащить сейчас это все сразу. Не болталось. Вот так. Прямую кишку мы вырезали с вами, отделив ее от остального мяса. Так, чуть подвытащу. Вот так. И постараюсь к вам тоже развернуть. Между мягкой тканью, между мясом и жиром есть такой, как бы, прослойка такая, лаз. То есть, условно, оторвав правильно жир от мяса с краю, вы сможете туда практически продить руку. Вот. У вас получилось, вот оно, жирный мешок, в котором кишки и боковые части тушки уже непосредственно. Так, суем руку, проворачиваем. В принципе, как я показывала и при разделке бройлера, после тысячного бройлера иногда забываешь, на чем там нужно делать акцент. И, как и тогда, сердце, отрывая от других органов, я вынимаю первым. Все. Так, кстати, вот сердце. Сердечная сумка такая же. Все отлично. Смотрим, все хорошо. Так, дальше. Дальше мы с вами пытаемся оторвать внутренние органы от позвоночника. Здесь сделать это, так скажем, усилие должно быть посильнее, чем у бройлера. Но проще в смысле того, что туда и, я не знаю, Саша на ней рука, а даже нога и голова влезет. Потому что очень все. Вот. Еще, если вам зоб пустой позволяет его продеть, то продеваем. Но у меня, видите, он достаточно полный, поэтому я его подтаскиваю сюда. И основную большую часть, точнее не большую часть, а весь зоб подтаскиваю наверх так, чтобы, видите, у меня кишка тонкая оставалась. Чтобы я могла сейчас быстренько ее вытащить. Вот так бросаю и выуживаю вот так все внутренности сразу. И обязательно за эту кишку. Чтобы у меня ничего туда не проливалось, ни желудочные соки никакие, ничего, ни пища из желудка. И уже потом вытаскиваю трахею. В общем, все, кстати. Девочка, видите, вот эта кладка яичная. Так. Ну, мы все это убираем, в общем, в подраха. Ой, в подраха, где, ну, на выброс, который в подраха, все выбрасываем. Теперь легкие. Легкие поддеваем также с краю. Делаем из руки гребенку по ребрам. И вытаскиваем. Вот легкая. Второе. Точно так же сбоку поддеваем к позвонку с боковой части. Вот оно, второе легкое. Тоже легкие посмотрели, да? Все хорошо. Смотрим, не осталось ли кушка трахеи. Все ли легкие у нас вычищены. Да, все. Теперь остается чуть-чуть вот здесь поднадорвать оставшиеся связки. И у вас, так как мы уже с вами вырезали, то вот все мы вытащили. Все вместе, видите? Печень. Особое внимание мы уделяем печени. По причине чего? По причине того, что множество заболеваний и дюков отражается на печени. Желчный пузырек. Вот здесь он у нее небольшой. Прихватываем его и отрываем. Все. Вот печень. Хороший цвет. Правильный размер. Никаких украплений, никаких ненужных моментов. Не знаю, цветопередача передаст, нет. В общем, все. Вот вам печень. Печень смотрим обязательно. И теперь жир. Вот сколько жира у нее получается. Весь жир особенно скомпонован вокруг желудка. И по двум сторонам боковым был. Вот, в общем-то, все. Сначала счищаю жир. То есть прорываю его и, как из сумки, достаю вот так вот желудок. Очищаю его от жира. Кстати, потрошка очень вкусная. Уже испробованы. В индейке. Ну, что называется, желудок так желудок на полсковородке. Сердце так сердце. Все крупнее привычных мне бройлерных размеров. Желудок. Желудок обязательно разрезаем. Смотрим. Даже если вы не планируете использовать его в пищу. В желудке тоже существуют признаки неприятных вещей. Поэтому смотрим желудок обязательно. И даже не важно, используете вы его в пищу или нет. Я знаю, что есть люди, которые не используют потроха по назначению. Вот. Чистый, ровный, красивого цвета. Все без всяких потемнений, никаких непривятностей нет. Все. Жир я топлю. Ну, вы уже, наверное, знаете. Я поговорила о жире бройлера. Индейка, в принципе, не то, что не хуже, я считаю, лучше. Поэтому все. Вот таким образом. Все это происходит. Ну, все. Можно сказать, индейка выпотрошена. Теперь ее я все-таки положу в воду, в объем воды и помою. Потому что сегодня же мы ее отвезем клиенту. И клиент попросил вот именно эти парочку, тройку сегодняшних индейок разделать на части. То есть будет голень, грудка пополам, спинка, крылья отдельно, шея отдельно. Вот так. В таком формате будет разделка. Я стараюсь разрезать кожу минимально. Во-первых, ни в коем случае не повредить зоб. А во-вторых, чтобы этот разрез был деликатен. Не выглядел как будто в вашу индейку попал снаряд. Поэтому будем делать аккуратно все. Лучше поднадорвем, чем распашем ее пополам, так, чтобы плечи вылезали. Понимаете? Вот так. Слушай, но мальчишки значительно прям отличаются, честное слово. Вот у них жировая прослочка какая-то расположена под всей кожей. Не только там вот, а дамы у нас именно шеи и бедра. Как всегда. Природка. Да, попа толстая нужна, чтобы яйца высиживать. Это мачо. Мачо? У тебя на столе мачо. У меня на столе, на самом деле, такое сейчас оружие, которое ранит девок очень сильно своими лапами. Ну, кстати говоря, обрати внимание, мы сколько уже девочек-то? Ну, вот сегодняшних четыре, в принципе. Четыре. Одна только девочка была травмирована. Первая. Хотя я сейчас вижу, что все девочки под замес попадают. Да? Да. Ну, может быть, она вот самая маленькая была или самая большая поклонник у нее? Самая востребованная. Ну, может быть, так. И у нее, кстати, у нее, кстати, было больше всего яйцекладка, вот эта внутренняя. Ну, вот, не зря у нее бока-то разорвались. С яйцами. Яйца самые крупные были. У остальных, как икриночки, небольшие совсем, а у той, самые вот крупные, там, крупняк. Ты объясни, что яйца. Я имею в виду яички, зародыши яйца, яичник. Там у нее яичник были. Вообще, в четыре месяца, представляешь, уже есть эти зародыши. Короче, мальчишка, вот вы знаете, с чем можно сравнить? То есть, если девочка это бройлер, а мальчишка это точно племенной петух, потому что у нее очень плотные ткани, которые я не всегда способна вырвать руками. Мальчик все-таки в этом смысле более жилистый, более мышечный. И в том числе, вот, допустим, зоб, да, вытаскиваешь. И вот он там, по-моему, прихвачен сильно. Видишь, что нет? Зоб старается. Смотрите, вот, значит, я схватила еле-еле. Я думаю, что тканью будет легче прихватывать, но мне за тканью идти уже некогда. То есть, в ткани оборачиваете и держите. Поэтому я буду держать плотнее рукой. И чуть-чуть приспуская, поднимая кожу на шею, вы отрываете максимально глубоко пальцем трахею и пищевод от шеи. Потому что вытащить их, конечно же, нужно все равно. Вот так. Теперь вот так. Все. Вот мы освободили. Ну или не освободили. Зоб, короче, мы его не можем протащить внутрь. Вы понимаете, да? Пивсу мы не отсаживали, поэтому такая. Зоб, да, целый. У нас некуда отсадить. Короче, смысл в том, чтобы эта пища не попала. Сейчас мы с той стороны, с черного хода зайдем. Разворачиваем ассистент. Разворот. Так, тряпочку не подашь мне? Ну ладно, в принципе, сейчас. Но все равно тряпка мне нужна. Найди, пожалуйста. У меня уроками, по-моему, осталось. Так. Вот такое отверстие я делаю. И принцип, в общем, такой же, как у курицы. То есть мы обходим клааку и идем вверх. Аккуратно. Аккуратно. Вот таким образом. Так. Мальчишка. Видите, жира значительно меньше. И я чуть-чуть подвытаскиваю, чтобы ничего страшного не случилось и внутрь не попало. Все. Теперь поехали. Здесь даже жир не надо отделять от стенок, потому что его просто-напросто нет. Вот что называется мальчишка. Так, я не понимаю, куда крепится щетка, если честно. Ты можешь не показать точку, куда крепится щетка? Так, вот так по кругу обводим. В машине могу. В машине не надо. Так. И вот с этой стороны. Все. Подвытаскиваем, как у бройлера. Снова придерживаюсь темы, что сердце нужно вырвать и оторвать от всех частей вот таким образом. Сердце мальчика больше. Но мальчики вообще больше. И сердце у них больше. Конечно, они сердечные, видите? Так, отрезали киском. Петроха оставлю пока тут. Вот. Кстати, Александр Сергеевич, абсолютно точно индючонка-то не мальчик. Мужчина. Еще какой, блин. Не мальчик, а муж? Угу. Ну, так скажем, технический отец, может быть. Вот. Так, второе яйцо потеряла. Ну, ладно, найдется. О, Саша, второе значительно меньше. Видишь, бракованный. Да нет, это не бракованный, я думаю, что это нормальная жизнь. Ну, ты не яйцо, а семейник помещу. Семейник, конечно, конечно. Это я тебя дразнил немножко. Так, вот, все. Потроха вытащили. И... Сердце сейчас уронишь. На, подержи сердце. Я как этот... Джек Воробей. Угу. Вот такая вот печень. Может быть, цветопередача здесь плохая, потому что лампа вот эта освещающая, она такой зеленый, вот цвет, вот цвет дает. Но печень ровная, гладкая, отличная печень. Так, на, печень. А ты можешь, ну, в таз, ну, вон там таз стоит, защитного цвета такой таз, я там взвешивала эти потроха. Туда положи, пожалуйста. И приходи за желудком. Так, желудок без жира получается, как такового, просто пленки. Видите, у мальчишки жир, да и нет жира вообще в попе. Девочки такие, а мальчики? Вот, а потом спрашивают, почему женщин толстеют, а мальчик, а мужчина реже толстеют. Да вот все потому что, что физиология-то у нас разная. Хотя мне бы не хотелось сравнить птицу с человеком, потому что мы совершенно различные организмы. Даже, я бы сказала, зачастую противоположные. Желудок, смотрим, внутренняя часть. Идеальная, красивая. Все, желудок нам нравится, возьмите. Так, смотрим внутрь. Семенники убраны, легкие убраны, трахеи нет. Все хорошо. Теперь к лесу задом, ко мне передом. С этой стороны все чистенько, отличненько. Посмотрите, как все красивенная индейка. О! Ты вспомнишь в Таиланде шею, хоботов слона держали? Я прям слоненка вспомнила. Так, все. Убирай, Александр Сергеевич, его. Так, мою, да? Да, мой. Все, всем спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки или дизлайки. Кому как нравится. И не забывайте оставлять комментарии. Нам всегда приятно быть с вами в контакте. Всего доброго. Так, еще одно потрошение. Здравствуйте. Постараемся показать вам. Перестань лить воду хоть на секунду. Дай я поздороваюсь, потом будешь. Че, не могли подготовиться, воду выключить. Ничего не слышно, козлы. Да. Дальше надо, чтобы вы сдохли, твари. И держали вас так же, как вы вашу индейку держите в сарае. В теплице. Сволочи, подонки. Расстрелять. На площади. Так, ладно? Саша, тише. Расстрелять. 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 Продолжение следует...